Жильцы искренне возмущались, что нет никакой информации относительно готовящейся стройки. Но в мэрии они услышали вчера обнадеживающий ответ от первого заместителя главы города Мугдина Чермита. Его слова повторили сегодня для всех собравшихся. Разберемся. Значит, мы им разрешение не выдавали. И, значит, как таково свидетельства на землю они не имеют. Так как, значит, этот строительный забор без разрешения строительства не ставится. Вчера же исчез ранее установленный забор. От него остались только выбоины и выбита на тортуаре брусчатка в нескольких местах. Люди показывают то, что осталось от зеленых насаждений, которые здесь росли раньше и за которыми они тщательно ухаживали, но накануне рано утром их срубили. Повреждена корневая система деревьев. Посмотрите у нас. Это уже годами, которое стоит этому дому. Когда задали вопрос строителям, ответа мы не получили никакого. Единственное, что прекратились работы. Мы не позволили копать дальше. В этом старом здании, которое, конечно же, далеко не является украшением города и нуждается в реконструкции, находится выделенное в безвозмездное пользование мэрии помещение для инвалидов. Потерять его в центре города им не хотелось бы. В этой ситуации, когда такая тема возникла, что будут ломать, нам было предложено какое-то помещение на периферии. Нас это не устраивает. Когда мы обратились в администрацию, они сказали, что мы постараемся решить этот вопрос. Вопрос незаконного ограждения земельного участка и предполагаемого строительства взят под контроль администрации города и депутатами. Мы сегодня же отправим запрос с просьбой разъяснить, какие документы есть в пределах какой территории и как люди будут информированы о том, что здесь будет происходить по соседству. Пока жители домов по улице Воровского, Островского и переулка Зеленого не увидят разрешительных документов, они пообещали самостоятельно контролировать ситуацию. А мы, в свою очередь, к этой теме еще вернемся. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.